Приветствую всех любителей лазер диско приключений. Каждому пережившему диско нулевые игроману, пиратские сборники могли приносить целую кучу приключений. Когда нерабочая игра была наименьшей проблемы из тех, что умудрялись прилетать с очередным купленным диском. С самого начала нулевых, да и по сути до самого конца, пиратам по большому счету было неважно пройдете вы игру или нет. И если на их пишущих фермах все хотя бы запускалось, без каких-либо проверок и контроля качества, в большинстве случаев это сразу летело в магазины, впоследствии принеся игрокам те самые дискодрамы, которые они уже никогда не забудут. Многие ли из вас помнят знаменитое рыбное издание от Фаргуса? Которые после установки наполняли вашу систему непонятно чем. Нет, игра конечно ставилась, но стоило лишь необдуманно нажать кнопку установить игру, и те самые рыбки благополучно оказывались на вашем компе. В качестве заставки на рабочий стол, скринсейвера и еще несколько сюрпризов подкидывали. В общем креативили тогда издатели с поводом и без, наполняя компы наивных игроков все большим и большим мусором. Но в своем-то представлении они творили шедевр. И аукалось впоследствии это настолько, что доверие не то что ноунеймам, пиратам с именем уже не появлялось. Даже если все они действительно старались. Однако кое-кто всегда старался по-особенному. Можете ли вы ответить на вопрос, каким образом впервые познакомились с диском Half-Life? Был ли это сборник антологии, или может вместе с эпизодами она тогда вам досталась? А быть может вы настолько пенсионер, что свою первую халву добывали еще через контру? Мне лично повезло с последним. За свое детство получилось выцепить немало дисков с первой Half-Life. Вроде таких. 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 И к сожалению не повезло займеть в коллекцию нечто вроде этого. Легендарная хрень и вам действительно повезло если в вашей диско-коллекции есть подобное. Так или иначе каждый из этих десюков оставлял за собой громкий след приключений. И где самым безболезненным оказывался первый вариант. И халваи, Contra и даже боты отсюда работали. Но при удалении игра ни в какую не хотела покидать окно установки удаления программ. Даже если вы вручную снесли все файлы. В общем эту халву просто так с компанией удалишь. Следующий вариант был еще интереснее. И я уже в деталях описывал его в ролике «Материнка из Black Mesa». Вкратце это сингловая лицензия, которая требует себе онлайн. Navset. Без интернета в своем 2007 приключений я с ней получил достаточно. Но как утешительный приз, где-то в то же время мне попал десюк вроде такого. Где, по сути, Condition Zero была записана. Однако первую халву вместе с собой ставила. Ту самую, где при старте игры вы играете с оружием из Апасин Форс. Опыт прохождения был просто незабываемый. Всем рекомендую. Но даже с ним ни одна из этих офигительных историй даже не приближается к песцу, который вызвал вот этот десюк. Mir Half-Life. Украинский сборник приблизительно нулевого года релиза. В совершенно поехавшем исполнении и с обложкой из Homeworld. Даже не представляю, кто бы мог на него покуситься, лежа он даже в то время на прилавке среди прочих нормально оформленных игр. Но так или иначе, кто-то его выцепил. Лично мне его подарила школьная подруга, году это в 2006. Наверняка после того, как у нее самой после этого диска перестал включаться комп. Заинтригованы? Видите ли, этот диск устраивает приключения еще до установки своих игр. Достаточно лишь воткнуть его в комп, чтобы попрощаться с загрузкой Windows XP. Вот этот самый экран вы больше не увидите. Есть подозрение, что диск пытается переписать ваш бутскрин. Сделать из него загрузку, вселив халвы например. Но очевидно делает он это через жопу и без вашего согласия. Как итог, комп у вас потом может тупо не включиться. Как правило, просто постоянно начинает мигать курсор. И винда тупо не грузится. За свое детство эта шняга поломала мне аж два компа. Но благо, даже с этой проблемой я потом научился их включать. В общем, с такими заслугами этот диск держался от моих компов как можно дальше. А проблема, что с него еще и ни одна игра не запускалась, казалось здесь незначительной. И так бы он и продолжал лежать в коллекции, собирая на себе осуждающие взгляды, если бы не десяток другой подопытных, на которых вновь появился шанс укунуться в его недра. И о чудо, на одном из них игры с диска все-таки завелись. Так что давайте рискнем в очередной раз вернуться к этому оружию массового поражения компов. Итак, вот чего удалось достичь своими экспериментами на текущий момент. На чем-то вроде Windows 2000 поломка компа уже не происходит. Диск читается, ставит игры, но сами игры уже не работают. Хуже всего в этой ситуации, что половина игр с диска не устанавливаются, а распаковываются. Так что ошибки запуска становятся куда масштабнее. Хрен его знает, на каких компах и системах эти версии собирали. Однако все же нашлась та система, которая дала надежду продолжить исследование. Это Windows 98. На таком вот ноутбуке с начинкой второго Пентиума. Можно сказать, сейчас это единственная машина, которая согласилась запустить отсюда хоть что-то. И все заслуженное внимание сразу себе получила. Ролик с разборкой, пересборкой, обслуживанием и прокачкой этого ноута будет в описании. И уж теперь точно можно сказать, что все это внимание он себе заслужил. Он сходу смог прочитать, распаковать и запустить первую халву с этого диска, подарив нам, наверное, одни из самых редчайших кадров. Сложно сходу сказать, какая версия Half-Life попала на диск. С первого взгляда она максимально похожа на нулевую, только плавающие надписи на заглавном экране отсутствуют. Собственно, версия нигде не написана. А загрузки между локациями представляют из себя значок Half-Life. Да, не самый популярный лот на всяких трекерах. За свою практику я еще не скачивал ничего похожего. Файлы этой версии, впрочем, датируются октябрем 98-го. Так что можете поделиться догадками, что за версия отправилась на диск. И главное, сталкивались ли вы с ней сами. Моя же задача сейчас все же выяснить, насколько этот диск жизнеспособен. И сколько игр вообще с него заработают. И пока, надо признать, все идет неплохо. Во всяком случае, мы выяснили, какая винда нужна для того, чтобы этот диск заработал. 98-я. Напоминаю, что на нулевой таких успехов уже нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так или иначе, каждое начало сетапа несет за собой некоторый пиксельный апокалипсис, а вот после начинаются приколы. Практически все игры на этом диске представляют из себя самораспаковывающиеся архивы. Иногда для которых нужно править реестр. Благо, нужные файлы тоже неподалеку. А вот у Team Fortress, например, все и сразу. Все меньше удивляет, что эта штука ломала систему. Ну и наконец, мой фаворит в виде особых сетапов. В общем, куча мала здесь действительно уважаемая. Однако все же стоит быть честным и признать, что нигде ни на диске, ни в установщике не написано, что игры будут работать под двухтысячной виндой. И уж тем более под экспихой. Так себе оправдание, конечно, но во всяком случае теперь не удивительно, что ничего из этого не работает под нулевой виндой. А XP просто ломает. И если с этим мы соглашаемся, дальше идут инструкции посерьезнее. Перепишите файлы в директорию, где находится оригинальный Half-Life. Затем разархивируйте апп. Ну да, а вы думали, наверное, просто будет. В общем, директория халов у меня уже лежит в нужном месте. Так что можно просто дать программе себя выполнить. Папка уже содержит ХЛ, хочу ли я его переписать. Определенно. И по сути, это уже означает, что я избавляюсь от той Half-Life, которая умудрилась здесь запуститься. Но оно того стоит. Ведь то, что сюда только что ставилось, все-таки заработало. Если вы сейчас не представляете, что перед вами, то вы плохо знаете Half-Life. Эта карта называется Аплинг. И по большому счету представляет из себя не тот демо, не то вырезанный эпизод первой Half-Life. В любом случае, штука эта более или менее известная и скачивается из инета на раз-два. Проходится минут за пять, но здесь удостоилась титула полноценной игры на сборнике. Если бы наивный игрок 90-х тратил на это какие-то существенные деньги, он мог бы расстроиться. Но раз уж при этих условиях каждая игра на сборнике стоила рублей по 20, наверное, это не казалось такой уж большой потерей. До сих пор не совсем понятно, зачем Аплинг понадобился отдельный установщик, ибо при установке первой Half-Life Аплинг все равно ставится, а потом дает выбор, что запускать. Но это уже нужно интересоваться у сборщиков этого диска. Но если вы уже успели увидеть прочие установщики на этом диске, то понимаете, что это меньшее из проблем. Следующим научным исследованием становится Half-Life Further Data. Вы можете перерыть весь сайт комьюнити модов по Half-Life, но все равно ничего подобного не найти. Можно сказать, что эта штука миф. И что именно она из себя представляет, нам суждено узнать прямо сейчас. Для начала, по сути, у нее даже нет установщика. Она просто копирует свои файлы в папку с игрой. Даже ничего не переписывает. Ну а после того, как закончит, становится ясно, что ничего не ясно. Ни одного экзешника. А менюшка выбора запуска ровно та же, что и была. И запускает все то же самое. Пока оно копировалось, я заметил, что некоторые файлы отправляются в папку карт. И в теории можно было бы попробовать подгрузить эти карты через консоль. Но тут мы прилетаем еще на одну проблему этой версии. У нее нет консоли. Так что я просто выдернул эти карты оттуда и запихал версию Half-Life, которую хорошо знаю. Пока не представляю, что здесь будет, но пока перед нами 8 карт, датированных концом 98-го. Парочка даже из 99-го. Вот это давайте посмотрим, что они из себя представляют. Ну что ж, на первый взгляд ничего особенного. Обычная мультиплеерная карта. А вот это говорит уже о многом. Судя по всему, это одна из мультиплеерных карт, которые кочевали из версии в версию, силами добровольцев, у которых был хоть какой-то интернет. Все они были далеки от совершенства, особенно по части левел-дизайна. На этой, например, из воды невозможно выбраться. Представляю, каково было игрокам, что туда попадали. Так что тайно-загадочная фото даты раскрыта. И ответ действительно убил. Еще 20 рублей в мусор. Но если вы владели компьютерным клубом, где всех уже тошнило бегать по стандартным картам, это все же могло стать неплохим приобретением. Следующий невезунчик Team Fortress, у которого, как мы помним, установщик есть, однако инструкция от этого менее интересной не становится. Team Fortress добавляет новые возможности в игре по локальной сети и интернету, и пропатчивает Халву до возможности установки Апасин Форс. Иронично, что и сам Апасин Форс, и его патч, и Апасин Форс плюс Team Fortress на диске есть также. Но, как и говорит диск, если у вас есть вопросы, все их можно отправить вот по этому адресу. Так что просто пытаемся сделать красиво. И надеяться, что это в конечном счете заработает. И вау, ничего себе! Team Fortress расщедрился даже на собственный ярлык. И вот чудеса, Team Fortress тоже работает. По большому счету, в рамках этого диска он тоже может показаться бесполезным. Все же игра рассчитана исключительно на мультиплеер. И не имея интернет, локальную сеть, и даже друзей, цена здешних пробежек быстро устремляется к нулю. Мой респект игрокам, которые в 90-х смогли выполнить хотя бы 2 пункта из 3. И действительно получили удовольствие от Team Fortress. Но здесь же это просто реликт. И счастье лишь в том, что он работает. И если довериться здешним инструкциям, то моя Half-Life до Appassian Force уже пропатчена. Хотя по-прежнему никаких ярлыков, карт или чего бы то ни было не появилось. А значит отдельно его ставить все-таки придется. И тут даже без того непростая система умудряется усложняться. Этот вариант Half-Life Appassian Force ставится просто как дополнение к уже существующему Half-Life. Но для того, чтобы его поставить, необходимо пропатчить оригинальную версию до 1.0.15. Стало быть, версии оригинальной халвы еще меньше. Не знаю как вы, а версии 1.0 я даже не подозревал. Все мы начинали с версии не меньше 1.1. Но, как вы уже поняли, удивляться сегодня есть чему. Также написано, что по сути Team Fortress все уже сделал. Однако при этом никакой инструкции, как это вообще запустить. И так-то переделка игры там на самом деле серьезная. Так что даже если бы консоль была, карты просто так бы не загрузились. В общем отдельный экзешник необходим. Но диск его тупо не собирает. Но благо здесь аж 3 Team Fortress какой-нибудь дозаведется. Ну, в инструкции об этом конечно не было ни слова. Но если включить последний пункт Half-Life-Apacent Force патч, то экзешник Аpacent Force все же появится. Однако уже будет ругаться на нехватку каких-то библиотек. Если же поставить Аpacent через Team Fortress, экзешника по-прежнему не будет. Такой вот замкнутый круг. Однако если выбрать предпоследний пункт с Team Fortress плюс Аpacent Force и прогнать нижним патчем уже его, экзешник все же заведется. И не совсем привычное, но все же Team Fortress появится перед нами во всей красе. К этому моменту даже желание играть в нее уже не настолько велико. Сама установка и запуск уже поднимает самоуважение. Представляю, каково было игрокам, которые добыли себе тогда этот диск, но не имели пары компов для экспериментов с ним. В чем лично я могу быть уверен, все это релизнулось до выхода Blushift. В ином случае синему ускорению также не повезло оказаться среди этих неудачников. И разумеется, получить себе уникальный установщик. Ну и того, спустя столько лет, все тайны этого диска наконец-то были раскрыты. И даже после этого, он остается одним из самых необычных артефактов моей диско-коллекции. Никому не пожелаю тот опыт, что достался мне при попытке поиграть хотя бы во что-то с этого десюка. Короче, я уже попробовал, так что вам не обязательно. И надеюсь, за этим раскрытием диска Тайн вам было интересно наблюдать. Играйте в лучшее, друзья. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok